В отделах экзотических фруктов особо выделяется своей красотой порезанная пополам папайя. Вкус у нее, надо признать, специфический, хотя иногда попадается. Спелая и сладкая я лично такую люблю. Но есть множество людей, которые едят папайю и сделаны из нее биодобавки не ради вкуса, а ради некой особенной пользы, которой якобы обладает этот фрукт. Что здесь правда, а что вымысел? Внешне она похожа на кабачок, висящий на пальме. И вкус папайи описать не так-то просто. Кто-то говорит, она напоминает тыкву, а у кого-то возникают ассоциации с вареной морковкой напополам с дыней. Очень часто в теплых краях, как вот здесь, на французском острове Рьюньон в Индийском океане, папайя растет повсюду, как сорняк. Причина в том, что ее семена распространяют, ну, понятно, к этим способам, обожающие есть папайю дикие птицы. В отличие от птиц, Дидье Солес, хозяин местной фермы, к папайи относится равнодушно. Чаще дает ее своим свинкам, черепахе и собаке. А сам ест кокосы. Главный плюс папайи как культуры в том, что плодоносит растение круглый год и не требует особого ухода. Если вы хотите попробовать, пожалуйста. Правда, я не уверен, что она очень сладкая. Нет, не сладкая. Не очень сладкая, но неплохо. Для моей свиньи это неплохо. На ферме Дидье несколько видов папайи. Например, эта приехала из Африки. А здесь растет уроженка Таиланда, более сладкая и ароматная. Причем в пищу идет не только мякоть. Вы едите семена? Да, едим. Их сначала нужно высушить, а затем можно использовать как черный перец. Я никогда не пробовал. Они такие же пряные. Менее ароматные, чем перец. Но если его нет, то ими вполне можно заменить. В некоторых странах семена папайи едят, спасаясь от паразитов. И научные исследования такой эффект подтверждают. Как и улучшение пищеварения. Ну а желто-оранжевый окрас мякоти фрукта придает пигмент из группы каротиноидов, криптоксантин, который в организме превращается в витамин А, полезный для глаз, кожи, волос и костей. Между прочим, выращивают папайю не только в тропиках, но и в Сибири. Например, в Кемеровской оранжерее несколько всходов дали семена из съеденного плода. Из-за активного роста ее даже называют деревом нетерпеливого садовода. Растение начинает плодоносить достаточно быстро. Дело в том, что оно быстро растет. Некоторые сорта в течение года даже могут давать уже плоды. В продаже на московских рынках и в магазинах папайя тоже есть. Вьетнамская, тайская, бразильская стоят примерно 1000 рублей за килограмм. Впрочем, нам, например, так и не удалось найти ни одного плода, который бы удовлетворил своим вкусом любительницу этого фрукта Наталью. Она активно путешествует по миру, работая удаленно через интернет и уже посетила 62 страны. Она горькая. Ну, не то, что прям горькая, но она горьковатая. Не то чтобы испорчена, но, скорее всего, она уже давно лежит на этой полке, где мы сегодня ее взяли. Больше всего энтузиазма у Натальи вызвал зеленый плод, который можно по азиатской традиции применить как овощ, например, сделав салат. Вкус зеленой папайи похож на смесь яблока и огурца. Вовсе не ради вкуса потребляют папайю все те, кто верит в ее чудодейственный целебный эффект. Особо красочно о нем рассказывают на собраниях компании, продающей биологически активные добавки на основе папаина. Это фермент, извлекаемый, кстати, не из мякоти, а из млечного сока папайи, то есть больше всего его в кожуре, листьях и древесине. Это растительный хирургический нож. Проникнет туда, куда мы не проникнем с помощью оперативного какого-то хирургического доступа. Поэтому, где касается кист, рассасывания кист, папайя на первом месте стоит. Нам стало интересно, что же на самом деле в этих таблетках. Мы купили одну баночку за 612 рублей. На этикетке написано, в составе одной таблетки содержится 3 миллиграмма фермента папаина. Остальное, почти 700 миллиграммов, это вспомогательные вещества. По сути, бесполезные, только создающие объем. Сахар, сухое молоко, растительное масло, декстроза, пшеница. Большой вопрос, конечно, к содержимому этой таблетки. И есть ли там хотя бы эти 3 миллиграмма фермента? Мы сдали БАТ в лабораторию. О результатах скоро расскажем. Вообще у папаина, который, кстати, содержится еще и в киви и манго, на самом деле есть полезные свойства. На его основе даже делают лекарства. Например, неплохие результаты показывает препарат, ускоряющий выздоровление после ожогов. А при электрофорезе он улучшает регенерацию хрящей межпозвоночных дисков, в частности, после грыж. Еще папаин включают в состав таблеток с противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, а также в препараты, устраняющие вздутие живота и проблемы со стулом. Правда, в Америке контрольные органы запретили рекламировать непрошедшую тщательную проверку кремы и бальзамы с этим компонентом из-за его аллергенности. Такую реакцию может дать латекс из млечного сока. Недозрелые плоды также потенциально опасны для беременных. Папаин блокирует половой гормон прогестерон, который готовит матку к вынашиванию ребенка. Незрелая папайя и млечный сок папайи, и листья папайи могут обладать очень мощным действием и вызывать сокращение матки. И это может приводить либо к самопроизвольным абортам, либо повышать риски нормального вынашивания беременности. Это действие папаина по своей силе сравнимо с препаратами, которые применяются для медикаментозного прерывания беременности. Это в опытах на крысах выяснили индийские ученые. И в некоторых азиатских странах зеленую папайю иногда действительно используют как противозачаточное и абортное средство. Так что будущим мамам от этого продукта лучше отказаться. Спелая совсем другое дело. Она и безопасна, и может стать основой для многих сладких радостей. А вот здесь, в Индонезии, любят из всех фруктов делать желе и закладывать его внутрь самих этих фруктов. Так поступают с апельсинами и с папайей тоже. Получается такой необычный десерт. А жиле-то не просто из папайи, а с кофейным вкусом. Очень дополняет такой, я бы сказал, бесцветный вкус папайи. Спелая папайя отлично сочетается с фруктами и морепродуктами. Например, в этом московском ресторане паназиатской кухни ее подают с королевскими креветками под цитрусово-медовым соусом. Этот салат пользуется популярностью в нашем заведении, его гости очень часто заказывают, потому что это салат очень легкий. А еще папайю можно фаршировать мясной начинкой с протертыми томатами и запекать под сырной корочкой. Мясо само по себе островатое, такое немножко, плюс сверху сыр, то есть чуть-чуть остроты это тоже добавят. И сама папайя сладкая, то есть такой пряно-сладковатый острый вкус. Подробные рецепты можно найти на нашем сайте www.eada.show. Что касается самого дешевого и распространенного у нас варианта папайи, цукатов, то от них, конечно, не стоит ждать той же пользы. Там очень много сахара и почти не остается витамина С, которого много в свежих плодах. Так что цукаты надо рассматривать не как перекус, это, в общем-то, десерт. Можно, кстати, добавить их в смузи, появятся приятные тропические нотки. Но пришло время разобраться с разрекламированным БАДом. Лабораторные результаты уже готовы. В одной таблетке эксперты нашли всего 0,003 миллиграмма папаина. Это в тысячу раз меньше заявленного. Кстати, выведенная учеными рекомендованная, но необязательная, суточная доза этого вещества 50 миллиграммов. Да и то, единственное, что папаин действительно способен сделать, это улучшить пищеварение. Ни о каком рассасывании кист, конечно, не может быть и речи. Как сказали бы в другой передаче, эти таблетки точно не чудо. Что же касается самой папайи, то тратить на нее кучу денег в России, пожалуй, не стоит. Вкус не так уж удивителен, да и полезность весьма средняя. Лучше покупать этот фрукт во время путешествий. И дешево, и вкусно, и экзотика останется экзотикой, вспоминаясь потом как что-то необычное и приятное.